Начинаем нашу торжественную, ну и, конечно, немного грустную церемонию закрытия 29-х всемирных студенческих игр в Красноярске. Ну и расскажу, наверное, немного про само шоу. Все его детали хранятся в строжайшем секрете. Даже комментаторам не рассказали всё-таки, какие сюрпризы приготовили постановщики и организаторы. Ну а режиссёром этого шоу также, как и церемония открытия, стал Илья Авербух. Готовилось оно на протяжении нескольких лет. Задействовано здесь несколько тысяч актёров, волонтёров. Волонтёром будет здесь отведена отдельная часть программы. Ну, это традиционно благодарность волонтёрам, которые приложили, конечно, огромные силы для того, чтобы эта универсиада стала, она уже стала одной из самых успешных и самых удачных. Ну, конечно, сегодня будет передана эстафета в следующий город. В 2021 году зимняя универсиада пройдёт в Люцерне. Ну, а пока мы наслаждаемся с вами номером, который называется «Энергия молодости» и «Торжество спорта». Ну, здесь, конечно, всё посвящено льду, фигурному катанию, где выступила сборная России. Ну, может быть, чуть похуже, чем мы ожидали. Остались мы без золота у одиночников, у мужчин и у женщин. Зато как выступили наши танцевальные пары. До сих пор здесь этот лёд в плотинном арене помнит ту страсть, то пламя, которое здесь Бетина Попова и Сергей Мозгов практически плавили. Но сейчас на наших храмах Аделин Сотникова, олимпийская чемпионка Сочи. Наша первая олимпийская чемпионка. Ну, вот и первый сюрприз. Да, вот это фирменный элемент Аделина. Она очень им гордится и говорит, что пока никто в мире её в нём не превзошёл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Ну, вообще церемонии закрытия, конечно, очень сильно отличаются и по своей энергетике, и по своему режиссёрским каким-то решениям от церемонии открытия. Они такие неформальные, здесь уже все друг с другом перезнакомились, подружились. Так что, как говорят сами организаторы, ну, это такая уже большая студенческая тусовка. Пришло время, к сожалению, расставаться. Завтра, по данным всех городских служб, по Красноярске из города улетит практически полторы тысячи человек. Это и спортсмены, и представители официальных делегаций. 14-го числа 309, ну, а 15-го 26 последних участников соревнований. Ну, кстати, так полюбили Красноярск и журналисты, и спортсмены, что вот сегодня универсиада, прямо сейчас она уже заканчивается, а некоторые решили себе продлить командировку ещё на парочку дней, чтобы выдохнуть.